Это же не этих юнитов. Знаете, ни в какой игре этого нет такого понятия, что реально пехота, они мелкие. Видишь, что это не танк точно, не какой-то. И причем очень много, наделать много, и она очень дешевая. Просто живая масса такая, типа. Знаете, какая-то охуенная, блядь. Даже как сделано, трава как сделана, круто все. Ничего не придраться. Вот как должно быть, такая игрушечная целая песочница, вечно можно играться, тонна удовольствия, сука. К сожалению, все. Мультиплей жутко глючит. Чтобы поиграть, надо два часа искать соперника, то есть просто пиздец полный. И народу очень мало играет. Если еще раньше играло, когда игра вышла, сейчас вообще не знаю сколько. Пиздец. Забавились в спецвозможности. Это пиздец. Это тоже микроконторы. В старкрафте ни хуя этого нет, ни в какой игре такого нету. Что ты выбираешь дерево развития технологий, вот тут, да. И у тебя спец. И ты тоже быстрым шорткатом выбираешь и делаешь юниты сильнее. И они сильнее. Реально мне скоро становятся. Это реально можешь выбрать только благодаря этой способностям. Если их правильно применять, вот видите, он дронов-защитников нахуячил, и теперь уже легко убиваем эти Тенгу, они теперь становятся как танк почти. Видите, какая тактика, да ебывание, да сука, пиздец. Он пролетает тут же и не дают ему добывать. Если бы он на секунду опоздал, он бы убил этот комбайн, это был бы пиздец просто. И это целая наука, как защититься от этого харасса, блин, надо строить стены, пушку ставить обязательно, чтобы, когда он это начнет харассить, он по-любому взорвет тебе эти комбайны. Но надо сделать так, чтобы у него ущерб больше наносился, чем тебе. А ведь если уничтожают комбайн, это время на его новую постройку, ресурсную постройку, плюс-минус деньги, которые он не добыл, а всего у тебя две точки, где ты добываешь, это гигантские потери. И ты не можешь делать технику, а он делает, и турели в этой игре мощные, они могут вынести все, но при этом они не двигаются. То есть расы кардинально различаются, например, насколько только это можно, больше, чем в Старкрафте, ёбаном, например, у них они вывозить могут эти основы, но при этом они уязвимы. И эти строятся, что русские шестолеты только на базе строятся. Причем советы медленно вызывают постройки, и эти сразу их строят. Самая ущербная база, опять же, это Альянс. Самая ущербная. А на самом деле сложно мультиплеер за нее играть, вообще невозможно. Там требует столько, ну хотя, у нее авиация, естественно, знаете, у нее ограниченная авиация. Вот она может только четыре самолета построить, и потом на одном аэродроме. Япония может сто этой тенгу нахуячить. Но, естественно, они слабее, чем эти самолеты, и у них патроны бесконечные в тенге. Такая разница, блядь, колоссальная, блядь, это пиздец, какая игра охуенная. Сука, какие, просто кто говорит, что это хуевый, это дебил, они нихуя не понимают. Сука, они, блядь, эээ, блядь, ээээ, сука, реально, блядь, это аваденные юниты, это пиздец, это батлкрузеры нахуй, ты ж, сука, они пиздец, через всю карту долбят. Столько тут возможностей тут, и постоянно все завязано на балансе воздуха и земли. То есть, если у тебя чего-то, как бы, нет защиты против воздуха или земли, то ты тут же автоматически проигрываешь. То есть, тебя за секунду вынесут. Потому что авиация, она очень мощная, но временно она дохнет тут же от любой антиавиации. То есть, моментально, блядь, там какая-нибудь турель, ёбаная, сносят там, 20 тенгу там каких-то. То есть, так все хитро устроено, блядь, что просто пиздец, блядь, дельфины, дельфины, это же тоже как пехота, представляете? Они дешевые, но быстрого урона на весну. Так все вылизано просто вообще. Конечно, дисбаланс есть, и за это ты все любишь, что тут пиздец, как все устроено. И это, блядь, шедевр всех их стратегий. Самая крутая сетевая игра, блядь, вообще за всю историю. Самая лучшая стратегия, однозначно, блядь. Про компания, компания, она просто короткая. Просто мало миссий, это да, это плохо. Но заставки все равно интересные. Заставки интересные, смотри, чем же там кончится. И как бы каждая битва за каждую расу, так сказать, не там не нет, тут рас нет, тут есть дома, эти самые, фракции. Она в параллельной вселенной происходит. Пиздец, роботы и все вот эти вот японцы, они срисованы все с японских педофильских мультфильмов. Тут есть гигантские боевые роботы, роботы-трансформеры есть. Тут есть даже всякая Кира, нахуй, Юрику Омега. А, блядь, командосы, блядь, это пиздец. Тут командосов добавили, они настолько мощные, это просто пиздец. Смотрите, одна Юрика, знаете, насколько вот колоссально тут быстро можно убить. Вот эта игра поражает тем, что насколько быстро можно все потерять. Если неправильно что-то настроил, неправильно использовать. Вот одна команда с Юрико стоимостью тысячи, она может вынести, 100 танков легко может вынести, поочередно подбрасывая, мультиплейер, 100 танков. И всю базу уничтожить за 20 секунд. Ну за минуту всю базу вот эту может уничтожить. За полминуты даже. Вот это вообще за 5 секунд может уничтожить. Вот сюда вот и скрытые транспортеры, их можно не заметить вообще. Вот тут вот пускаешь, заходит на базу Юрика одна, или Танья, либо Танья, либо Юрика. И все, пиздец, и ты проиграл. И, понимаете, надо все держать в голове, постоянно в стрессе себя держать. И такие же методы террористические разрабатывать против противника. А когда 4 игрока или 3 на 3 играет, это же пиздец какая игра охуенная. То есть StarCraft это полное говно в 2, это абсолютно с этим нахуй. Потому что это нового образца, стратегия, такие все должны быть стратегии. А это ебаный StarCraft, это сука устарелая, сука хуйня. Тут же StarCraft 1 с элементами добавленными. Тут же геймплей абсолютно, все. Сука, это пиздец как круто, блядь, эти техники, блядь. Вот как он башню двигает, видите, у него прям в башню трясется, когда она... Какая-то анимация охрененная, когда на место встает и просто... Как все охуенно, это просто эти реплеи, а не реплеи, вот можно смотреть вечно. Пиздец, блядь, а. Вообще просто. И это лучшая стратегия, я думаю, надолго останется, пока не выйдет RDR4, хотя ничего про него не известно. Все это обанкротилось дело. Вот реальные параши, это команда на Курка 4, где они решили что-то новое сделать. У них как бы бюджета не было, я понимаю, бюджета не было сделать нормальную игру. И вообще серию хотели закончить эту. И поскольку они качественно не могли ничего тоже про предыдущую концепцию развить, они просто решили что-то новое сделать, упрощенное, чтобы бюджетом упростить. И концепцию поведения войны в духе Вархаммера сделать. То есть бесконечные юниты, там заплатываешь точки, все. Это геймплей Вархаммера. Вот и решили сделать, и получилось говно полное там, сука. Там если зайти, наверное, будет два человека в онлайне сейчас. Хотя без онлайна игра не запускается вообще. Сука, пиздец, какой параши сделать, команда на Курке 4. А вот это, вот это пиздец, какая крутая. Естественно, блядь, даже сравнивать с предыдущими рталертами нельзя, потому что это была тупая аркада, блядь, нахуй, сука, говно. В 2D графике. Сука, пиздец, блядь, а. Знаете, как, пиздец, блядь, вот, а какие вот противопехотные юниты? Это ж пиздец, вот эти танкбастеры, они выносят здание тоже за 7 секунд. Вот, вот, знаете, как моментально выносятся. Видите, в какой игре так быстро можно все сносить и уничтожать юниты? Как быстро можно все потерять? Как быстро можно все уничтожить? Где такой угарный есть геймплей? И в какой, блядь. Это все вместе придает адреналин совместно с тем, со всеми элементами, типа командусов, инженеров, сука, стремительность и развитие геймплея, чтобы быстро все строится. Быстро все развивается. Быстро надо действовать. Моментально, блядь, сука. Вот этот спецвозможности, который наносит 50, в два раза больше урона, если у одного танка, видите, он стучает. Вот. То есть это просто пиздец, ребята. Об этой игре можно говорить вечно. Карты тут шикарные, просто вот, что 2D, тут вообще... Ой, блядь, это, сука, это такая игра, блядь, сука, это пиздец. И тут, знаете, и даже если тебя выбили с воды, знаете, он может пойти в раш, все продать, пехоту, и тебя тут убить. А ты можешь это заметить и откатить сюда. И ты победишь. Ты развязываешься тут, а у него там ничего нету, блядь, сука, одни бараки стоят. И все это надо, и главное очень разведка тут разведывать, все пиздец, важно тут и обманывать, и главное надо. Все зависит от какой тактики ты избрал, тут 3, в Агала 2 пошел, там что он, во что в раши. То есть все боятся дико тут раши. То есть раши, он реально так туко, эффективен, блядь, это не ебаный, блядь, какой-то там старкафт, сука, пиздец. Тут вся игра основана на раши, на харассах, на, блядь, экстриме таком, сука. Блядь, это вечно можно говорить, какая охуенная игра. И как жалко, что, блядь, уже, блядь, года 2, наверное, патч под нее не выходит, нахуй. Это пиздец, просто игру загадили, сука, загубили просто, блядь, пиздец, твари, сука. Блядь, видите, все строят стены, это очень важно, потому что только стеной можно хоть как-то защиту сделать этим ухровким обогателем. Вот эта стрекоза, какую-нибудь применение, она, видите, заморозила, блядь, комбайн, и он медленнее добывает, одновременно разведчик. И только у японцев такой офигенный дрон есть, ну, как в старкафте, там, у этих, ой, блядь, протосов. Только этот видимый, но его все равно сложно, заметьте, видите, его даже не видно. Это тоже все, это, видите, пушка, она очень мощная, и турели вообще, пиздец, 20 юнитов одна, вот такой пушечка 20 тангов может вынести. Сука, такой тур, ой, это вечно можно говорить, и просто пиздец, как. Видите, это все мобильное, вот он двигается, сюда поедет, тут эти основы выкатят, дальше поедет, сука. Все, вот, а вот это какой-то, добавили здание, которое, когда ты вот захватываешь вот эту штуку, у тебя один танк тупо выносит 4 танка, представляете, других. Один танк выносит 4, вот он захватил, а если у тебя мощный юнит, какого-нибудь владыкони, танковый покал, этот танк вообще станет неуничтожимым. То есть, ты тут, ты должен уничтожить это, первым делом вот это, или перезахватить, чем прежде чем биться с армией, потому что ты не победишь, даже у тебя, если в дворах, в два раза больше силы. Насколько тут экстремальный геймплей, вот каждый вышку захватил, тут важен, каждый цент, каждый, знаете, каждый кредит, ты просто считаешь, вот эти кредиты, и это, это реально чувство денег, жидовское такое, каждый день, монеты, каждый день, сотня монет, каждая монета тут важна. То есть, ну-то все вот, пиздец, а в саркассии чувства денег нету, там ебаный газ, хуйня какая-то, сука, пиздец, траву не жуют какую-то, кристаллы, нахуй, сука. А тут, сука, блядь, это вообще пиздец. Давайте, как он выкатывается, как круто вообще едет. А озвучка какая-то, как ее ниты говорят, нахуй. Сука, блядь, вообще пиздец, охуенно, как они озвучены. Какие-то тени, вообще пиздец, блядь, сука, ничего не тормозит, быстро все работает, шучки-то, смотрите, летают, они чинят все вокруг. Вот. Просто, блядь, пиздец какой, а. Видите, вертолетики, этот трансформер. То есть, когда он внизу, он атакует верхний, а, согласно, сверху, он вот такой-то, снизу. И при этом они очень хрупкие. Вот один истребитель, истребитель может за три секунды их тут же убить, если в воздухе не поймать. Видите, как все тут держится на каком-то самом. Видите, он его уничтожает, правильно делать, потому что пиздец был бы, если бы он не уничтожил. Вот. Видите, поставить барак, захватить, то он тут же продать его, это же пиздец, как тут думать надо все. Сука, быстро действует, это, блядь, это хуенная игра, просто, сука. А почему я, кстати, решил мне вообще никакой музыки на фоне не пускать-то, только один голос, чтобы мой голос можно было потом из него в другие видео вставлять, делать что-то. Адепты делали Абдул-Видео священное, там, другие. Обозревали моим голосом другие игры, там, использовали его, чтобы... И даже нельзя было понять, что это, как бы, подставлен голос. Сука, это же пиздец, а. Блядь. А этот вот, он может переехать, если бы он доехал, он бы всех передавил. Видите, как круто все было продумано. То есть, это квадратически, ни в одной, другой игре такого нету. То есть, эту игру можно сравнивать только с StarCraft 2, но, естественно, в говне полном он оказывается, сравнивать мультиплеер с StarCraft 2 и вот этот вот. Сука, пиздец, блядь. Сука, блядь, а. Это просто охуеть. Видите, искры какие, сыпется, все-таки круто выглядит. Вообще просто. Видите, вот все, как приятно. Просто вот хочется смотреть, смотреть на эту графику. То есть, даже, смотрите, даже гражданские постройки, тут грузовички всякие. И просто чисто для декораций сделано, когда придет робот, он тает все это. Блин, а.